МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Использование бюджетных средств на ведение порядка с ветхим жильем и состояние водных объектов. В Комитете государственного контроля обсудили проблемные вопросы. Из простой аварии в уголовное дело. В Гродно расследуют дело по факту инсценировки ДТП. Военная выправка или испытание для настоящих мужчин. В Гродно полным ходом идет призывная кампания. Осторожно, туман. Гродненская госавтоинспекция предупреждает водителей о безопасности на дорогах. Испечь пирог и спеть песню. Связать носки и исполнить современный танец. Все это умеет супербабушка. Лучшую бабушку Октябрьского района искали в Гродно. Повышение эффективности контроля и использование бюджетных средств и на ведение порядка в недвижимости. В Комитете государственного контроля обсудили, как сократить проблемные постройки и улучшить состояние водных объектов. По данным анализа проблемных объектов, которые провели специалисты Комитета государственного контроля, в Гродненской области насчитывается более 40 тысяч незаселенных жилых объектов. К сожалению, очень удручающая ситуация, потому что ни один из районов не работает в соответствии с требованиями, так как должно быть неорганизована работа ни в одном из районов. Не ведутся регистры учета пустующего жилья, комиссия должным образом не работает. Ряд райисполкомов вообще самоустранились от этой работы, полностью перевожили всю эту работу на сель исполкома свои. Не менее тревожная ситуация обстоит и с использованием бюджетных средств на поддержание состояния водных объектов области. За последние пять лет из средств областного и районных бюджетов на устройство, заеление и очистку от мусора выделено более 13 миллиардов нединаминированных рублей. Но значительных изменений не последовало. В рамках государственной программы возрождения села выделялись средства, по-моему, 2,2 миллиарда рублей на содержание в соответствии с требованиями законодательства противопожарных водоемов и резервуаров. Однако тоже по результатам обследования МЧС представила сведения, что более 179 объектов находятся в ненадлежащем состоянии, то есть использовать их как противопожарный резервуар или водоем их невозможно. Небольшая авария в Гродненском районе из-за обычного разбирательства сотрудниками госавтоинспекции переросла в уголовное дело по факту мошенничества. Несостыковки в обстоятельствах ДТП обнаружили инспекторы Дорожно-патрульной службы. Два легковых автомобиля, Мерседес и Ауди, по словам водителей, не смогли поделить место на трассе Беляны-Гродно. Однако оказалось, повреждения, о которых заявили водители, и как они получены, никак не связаны. Назначенная по данному инциденту и проведенная транспортно-торсологическая экспертиза выявила признаки на обоих автомобилях, свидетельствующие о том, что они не характерны для ДТП. Кроме того, в результате проведенных исследований установлено, что повреждения на обоих автомобилях были образованы в процессе их нахождения в статике, то есть не в движении. Указанная совокупность признаков на основании и выводов экспертизы позволили исключительно убедиться в правильности версии следствия о том, что ДТП было инсценировано. В Гродненском межрайонном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Известно, что главный фигурант уже имел судимость за подделку номера транспортного средства. Сейчас он находится под стражей. Военная выправка или испытание для настоящих мужчин с августа в нашей стране началась очередная призывная кампания. В военных комиссариатах проводится отбор призывников, как на срочную военную службу, так и на службу в резерве. На сегодняшний день в Гродно к отправке в войска готовы более 500 юношей. Проходят мероприятия призыва, проходит медицинское свидетельство, им определяется степень годности. На основании полученной и установленной степени годности они предварительно работниками военного комиссариата, специалистами предназначаются в определенные войска и воинские формирования, ну а потом уже представителями воинских частей производится их отбор в соответствии с годностью по состоянию здоровья, их морально-деловыми качествами и их психологической готовностью. По итогам вердикта медиков проходят заседания Гродинской городской и районной комиссии. На них призывникам доводится степень готовности и место прохождения воинской службы. Функция этой комиссии – это объективность, учет всех обстоятельств, которые существуют у призывников, способствование развитию их патриотизма и чувство гордости за страну. С нынешнего года призывными комиссиями также будут приниматься решение о замене воинской службы на альтернативную. Она будет заключаться в исполнении трудовой обязанности. Данная альтернатива будет касаться только тех призывников, которые по своим религиозным убеждениям не могут держать в руках оружие. Снижение видимости из-за тумана – одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов. Более трети всех аварий происходят из-за неблагоприятной погоды. В условиях тумана профессионализм водителей и технические возможности автомобилей сводятся к минимуму. К счастью, за последние сутки в Гродно и области на дорогах никто не пострадал. В ближайшие дни в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. В условиях недостаточной видимости следствий тумана и дождя водителям следует при движении включать ближний свет фар, а также выбирать безопасную скорость и использовать ремни безопасности. При понижении температуры воздуха водителям следует отказаться от летней манеры управления автомобилем и все-таки вспоминать про зимний стиль вождения, отказаться от резких маневров и торможения. Кроме того, как рекомендация для водителей все-таки производить замену летних шин на зимние. На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Песни и танцы, вязание и бисероплетение, выпечка и соленья. Таланты бабушек неисчерпаемы, что доказывает ежегодный конкурс «Супербабушка». Конкурсантки не устают доказывать. Появление внуков и выход на пенсию – дополнительный стимул, чтобы дать возможность себе реализовать те таланты и увлечения, на которые в рабочей обстановке просто не хватало времени. Откуда «Супербабушки» черпают энергию и как конкурс налаживает связь поколений в сюжете «Эоланты Будила». Пенсионерка Галина Степанова на конкурсе «Супербабушка» выступает под первым номером. И хоть за плечами не один десяток трудового стажа, здесь, на сцене, признается, волнуется. Ее выступление – это рассказ о себе и своей семье, песня собственного сочинения. А в завершении под аплодисменты зрителей и вовсе пустилась в пляс с подругами. Главное в этом конкурсе – показать все свои таланты. Кто-то рукоделием занимается, кто-то вязанием. Я больше люблю, конечно, у меня творческое, пироги печь, блины я сегодня напекла. Приходите на блины, начать с блинами. Чтобы сидеть сложа руки, у дам элегантного возраста просто нет времени. Внуки, правнуки, общественная жизнь, бассейн и фитнес-зал, рукоделие – всему они успевают уделить внимание и все делают на отлично. Такой энергии и жизнелюбию позавидуют даже те, кто гораздо моложе. Впрочем, привычный образ бабушки эти боевые леди разрушают в пух и прах. Модные прически и макияж, элегантные платья – вот имидж современной бабушки. Эта бабушка, во-первых, молодая. Она задорная, она энергичная, у нее куча идей, она красивая. И она вот та, которая больше всех любит детей, внуков и делает все для того, чтобы самое маленькое подрастающее поколение было счастливой. Они все успевают, следят за модными тенденциями, осваивают гаджеты, вкуснее всех лепят вареники и ватрушки, вяжут самые теплые в мире носки и лучше всех умеют дарить любовь и заботу. И каждая без исключения бабушка на конкурсе. Обязательно с приставкой. Супер! Органная музыка Европы снова звучит в Гродном. Произведения мировой классики исполняют известные органисты России, Беларуси, Польши и Италии. В этом году к празднику музыки присоединились музыканты из США и Японии. Гродненский музыкальный колледж уже в третий раз проводит подобный фестиваль. Насладиться мелодиями органа можно каждый четверг в 19.00 до 24 ноября. Я думаю, публика получает большое удовольствие, потому что каждый из музыкантов представляет такие интересные сочинения и обычно еще играют сочинения своих стран, итальянец, итальянских играет, причем большинство из них композиторы и играют собственные сочинения тоже или транскрипции других авторов, собственные транскрипции. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. Я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Гродно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok